Добрый день уважаемые на улице. В связи со сложившейся ситуацией считаю необходимым довести до вас информацию о работе предприятий жилищно-коммунального и дорожного хозяйств. Сразу оговорюсь, эти предприятия являются предприятиями непрерывного действия, поэтому они сегодня в полном составе, кроме городской бани, работают. В частности, предприятия, управляющие организации, это уже КХИ, жилком сервис, ведут работы, основные виды работы, это у нас сегодня дезинфекция подъездов, уборка территорий. Также работают аварийно-диспетчерская служба и аварийные бригады. Работа по капремонту ведется в одном объекте, это у нас ремонт крыши по улице Юбилейной. Ремонт подъездов пока приостановлен до особых поручений. Предприятие Башка Мон Энерго также работает по особому поручению на сегодня, в связи с тем, что дети наши находятся в отдаленном обучении, обучение на отдаленке, школы и детские садики, кроме 10-го садика, у нас один садик работает, все сегодня закрыты. Отопление предоставляется только многоквартирным домам. Предприятие «Водоканал» также работает в полном составе, аварийная диспетчерская служба тоже работает, ведутся основные работы по аварийному характеру. По этим предприятиям хотелось бы сразу довести до вас по оплате за комуслуги. Сегодня все кассы, которые находились на предприятиях, они не работают и принимаются только онлайн оплаты за комуслуги. Просьба уважаемых жителей, у кого есть такая возможность, всем вовремя пытаться оплачивать комуслуги, потому что необходимо оплачивать также за энергоносители этим предприятиям, чтобы не было у нас перебоев с передачей воды и тепла нашим жителям. Электрические сети на сегодняшний день тоже также работают в полном составе, у них ИТР выходит по графику, а аварийные бригады все работают в полном составе. Тоже также пока прекращены работы по отключениям и по новым отключениям до особых поручений. Ведутся аварийные работы. Предприятия тепловодоснабжения, которые у нас обслуживают котельные школы и предприятия культуры, которые находятся в сельских поселениях сегодня в работе, также у них в обеспечении эксплуатации предприятия, сельские поселения по водоснабжению, они также сегодня работают в полном составе, кроме ИТР. ИТР у них выходит по графику. Предприятия по вывозу мусора тоже работают по графику. У нас на сегодняшний день задействованы 4 мусоровоза, 2 по городу, 2 по сельским поселениям. На сегодняшний день все поддержки к сельским поселениям имеются, поэтому вывоз производится 100%. Но, конечно, за прошлые 2 недели у нас очень много было замечаний по вывозу. Сегодня этот вопрос глава администрации Шерезанчев довел до руководства республики. Поэтому на этой неделе мы будем разбираться, чтобы наладить работу по вывозу предприятий коммунальных отходов. Особенно много вопросов по вывозу крупногабаритных отходов. И также вот веток сегодня массово много выносится. Они должны будут вывозиться по отдельному договору. Предприятия дорожного хозяйства ведут работы на постоянном уровне. Ведется ямошный ремонт. И налог благоустройства также у нас уже произвела высадка рассад. То есть цветы у нас также в этом году будут. И налог будет красивым. То есть они это постоянно продолжают работать. Также идет очень большая работа по оцифровке ям на наших дорогах. На сегодняшний день по нашему району произведена работа на больше 70%. Вот у нас осталось два дня. За сегодня, за завтра мы эти все работы должны будем завершить. Предприятие газсервиса работает только в аварийном режиме. То есть сегодня там находится до полшестого один работник ИТР. И круглые сутки работает диспетчер и аварийная бригада. Это водитель и один стрессор, которые выезжают на аварийный случай. Остальные работы до особого поручения пока приостановлены. На этом пока у меня все. Если что, какие-то вопросы есть, пожалуйста, обращайтесь через чат, через соцсети. Мы постараемся на все ваши вопросы ответить. Спасибо. Берегите себя. Не болейте. И обращения, те рекомендации, которые составляют ситуацию, у нас есть, пожалуйста, их выполняйте. Все зависит от нас. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин